Итак, приветствую вас, дорогие друзья! Как обычно, мы находимся в процедуре... Ой, извините! Это Сиде, Турция. Опять что-то темно. Короче, решили прогуляться. Это наша очередная рубрика для тех, кто... Вот, буквально два месяца назад мы гуляли по Бельгии, Гемеры, Турции. И тут, перед учебным годом, решили съездить... А не стыдать ли нам на пять дней опять ножки помочить в море? Водичка сегодня. Передать не могу. Вот в варное молоко можно просто не вылезать. Дочка в восторге. 1 сентября в Турции. День знаний, блин. Да. Мама ругалась моя. А стоит ли учиться 11 лет на пятерке, чтобы работать в пятерке? В пятерочке в смысле. В сетевом магазине. 15-18 дней зарплата. Сегодня мне пришло... Сколько пришло? Вот мы вчера прилетели... Да скажи, сколько за два дня пришло. Кто ж его посчитает? Не знаю. Кто ж его посчитает? Видно чуть ли? Не видно. Очень темно, и ничего не видно. Ну, короче, пришло. Короче, много-много переводов. Команда работает. А мы отдыхаем. Потому что это пассивный доход. Команда у нас супер. И призы у нас супер. Даже находясь в Турции, нам сейчас пришло сообщение, что главный приз в нашей акции... Розыгры смартфона. А, операция смартфон в подарок. Операция реанимации. Да. Она начнется с первого сентября. Ну, скорее всего, вы это видео увидите 4-го числа. Потому что до 3-го мы еще в Турции. А интернет здесь очень плохой. Интернет здесь просто говно. Ну, как и везде. Насчет отеля, в котором мы проживаем. Отель 4 звезды. Всем хочу сказать, кто пишет плохие комментарии. Вы зажрались. Ну, мы тоже зажрались, конечно. Но... Номер отменный. Я была в пятерке, но ничем не отличается от пятерки. Та же ванна, такой же ремонт, такой же балкон. Те же кровати. Те же кровати, фен, гель для душа. А, ну, наглый турецкий персонал выхватывает сигареты из рук. Ну, я встречал это несколько лет назад, но я не думал, что такое охренели. До сих пор у них эта привычка осталась. Что тут черепах нет? Ну, возможно, и есть. Речка вонючка. Вот в таких речках вонючках здесь обычно черепахи плавают. А это местные жители, по-моему? Нет, это частные отели такие. Это не местные жители. Ну, здесь везде вода подогревается от солнца. Была аномальная жара в июле. Хорошо, что мы не приехали. Сказали, 52 градуса было. Ну, у нас 48 было в Ростове, а здесь еще жарче. Сейчас вода, температура воздуха прогревается до 34 градусов. Спим мы полночи. Включаем кондиционер, ставим таймер. Под утро уже нормально. Открываем балкон. Открываемся подрывалами. Расскажи насчет зарабы местной. Сейчас. И температура воды в море вообще. 30 градусов. Можно вообще не вылезать. Волнорезов здесь нет. Волны слегка-слегка. Песок. Я снимала обзор. Можете на моем канале посмотреть. Как раз с детками отдыхают здесь. Песочек и плавный заход. То, что вам рассказывают по телевизору, что здесь куча заразы. Меньше слушать и вообще выкиньте свои телевизоры. Два человека. Да, подарите их нам. Зачем они нужны? А мы из них сделаем тир и будем их расстреливать. Два человека заболели. Один в Тимире, один не помню где. А по телевизору передают, что по 700 зараженных. Так что, полно отдыхающих. Люди отдыхают. Вечером будет анимация для детей. А представляете, вы 4 числа будете смотреть это видео, а мы уже будем расстроить. Ну да, темнеет уже. Вышли прогуляться, поискать магазинчики, но походу мы пошли не в ту сторону. Город Сиде, ну до города километров 12, точнее поселок Чолакли. Мы были в Колакли с дочкой 3 года назад, а это Чолакли. В магазинах тут не видно. Маркет в отеле только. Вон маркет. Светится впереди. Так что, друзья мои, кто работает на наемной работе, я думаю, вы не сможете себе позволить слетать 3 раза за 3 месяца в отпуск, где питание все включено. Так как не отпустят, не по отпуску. Они и спрашивать не будут, раз в год отпуск. А здесь взял смартфон, сел на пляже, снял фотографии в баре на пляже, обзор отеля сделал. Это та же самая работа, но она в удовольствие. Приехал домой, все загрузил, а вы это смотрите. Вам идут деньги. Да, и не забывайте о нашем розыгрыше. Ссылка на регистрацию и на правила будет под этим видео. Всем привет. Пока-пока.